Инклюзивное образование доступно В рабочие функции инженера связи входит Проверка и настройка оборудования Анализ причин поломки оборудования Проведение ремонтно-профилактических и ремонтно-восстановительных работ Контроль качества выполненных ремонтных работ Проектирование системы Рабочее место слабослышащего инженера связи соответствует общепринятым стандартам Для комфортной работы он использует индивидуальный слуховой аппарат Развитие радиотехники и телекоммуникации сегодня говорят о потребности человечества в новых знаниях В новых знаниях информационного характера В настоящее время, чтобы узнать о какой-либо новости, нам достаточно открыть браузер или страничку в социальных сетях И для нас уже представляют готовые новости Но если мы говорим о каком-либо предприятии, тем более телекоммуникационного характера То связь приобретает более широкое значение Если речь идет о современном телекоммуникационном предприятии, то понятие связь становится чуть шире Это не только интернет и беспроводная сеть, это еще локальная сеть Это спутниковая и сотовая связь, это IP-телефония, мини-АТС и так далее Для того, чтобы стать инженером связи, необходимо хорошо ориентироваться в технической стороне вопроса Необходимо понимать, по каким протоколам происходит обмен данными Необходимо понимать, как происходит защита информации и технического оборудования Если у вас технический склад ума, то, возможно, именно вы станете успешным инженером в области связи И будете незаменимы в телекоммуникационных компаниях и фирмах, представляющих интернет-услуги и сотовую связь Получить соответствующее образование вы можете в таких вузах, как Тихоокеанский государственный университет Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова Пермский национальный исследовательский политехнический университет Ярославский государственный университет имени Демидова Найти ближайший университет и узнать больше можно на сайте инклюзивноеобразование.рф